наш курс как уже сказали будет максимально сжатый концентрированный ваша задача собраться сосредоточиться мы будем думать анализировать соображать так и для начала у кого есть дроны дома у детей у знакомых какой название мавик большой маленький вот есть большой 3 большой так остальные только так тезис надо знакомым что как чего это так теперь давайте тогда думать значит что есть такой беспилотный летающий аппарат соображаем думаем сразу а предупрежу наши занятия будут строиться формате диалога то есть я буду задавать вопросы вам придется думать соображать у вас есть вопросы вы их тоже задаете руку подняли мы попробуем коллективно их решить или я вам подскажу какие-то некоторые нюансы продолжаем выпала до стоп все думаем уже знает специалист что означает беспилотный летательный аппарат давайте думать самое главное беспилотный то есть без пилота просто базис теперь давайте думать какие бывают вот смотрите вот маленький побольше там еще есть техническое различие давайте думать собрать сейчас запоминайте чем больше дрон тем круче камера тоже 4 до сколько еще винтов может быть винтов раз уж мы говорим за винты 211 где на каких летательных устройствах один может быть техническая особенность накладывает определенные ограничения или наоборот на особенности то есть один два три четыре восемь винтов имеем себе ввиду к чему веду давайте думать почему акцентирую внимание на количестве винтов раз еще теперь давайте со стороны каких-нибудь индейцев апачи думаем да мы же не знаем сопротивление к там кто что где происходит вот есть у нас лось гипотетически который находится внизу мы примерно понимаем что у лося вот такие уши он таком диапазоне может слышать акцентирую внимание на слышать дело в том что когда мы лесники грибники мы особенно не смотрим наверх правильно то есть ну чё там смотреть дерево на закрыла но мы можем слушать ушами значит прошлая группа у нас было значит мы ушли не знаю ты говорил нет мы все по деревья засели и я спрашиваю парней парни вы хоть что-то видите наверху а до этого мы проводили практически у нас там был момент мы на открытой площадке мы смотрели на них глазами мы их вот слушали там все щупали проверяли ему вижу 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 и момент игры мы все по деревья зашли игры парни хоть кто-то из вас видит они все опа 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 никто не видит слышат да все слышим отчетливо ясно вопросу о одном винте двух винтов трех винтов звук в нашем случае важен звук причем как и с вашей стороны так и со стороны лиц белочек и зайчиков тоже важно дело в том что птица ворона например с определенным машет крыльями с определенным звуком ястреб машет крыльями тоже по-другому совершенно конкретной вы должны желательно это понимать сегодня на практических занятиях мы разберем как звучит маленький как побольше 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 и сравним даже с вот этим и вы даже полетаете может быть ну раз уж тогда мы заговорили про полетать про камеру был разговор чем больше тем лучше значит давайте думать смотрите камера 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 почему возникает ну скажем так мысль что чем больше дрон тем лучше камера думаем все подъем больше большого решения могут поэтому можно на камеру повезут прицепить но он маленький там камера специалист уже знает значит смотрите на сегодняшний день вот ездить допустим пресловутый iphone там вот опухенькая камер когда считается одним из лучших считается одним из лучших камера фонов а есть допустим какой-нибудь nokia чего-то чего-то свод токенской камеры и считается что он течет не очень как-то снимать по цене с айфоном соответственно думаем технологии то развивается совершенствуется то есть не факт что на вот этой штуке камера будет сильно лучше подчеркиваю сильно лучше это один из моментов грузоподъемность теперь сейчас на все в кучу конечно пойдет вот это ну ладно какие-то уже без вариантов значит смотрите тогда сегодня буду вам давать тезисы направляющие вы постарайтесь запомнить телефоны у всех есть смартфоны по возможности фиксируйте какие-то ключевые точки которые вам пригодятся которые вы сейчас выйдете за дверь вы забудете вот я вам зуб даю сразу все забудьте ключевые моменты записали два слова следующий пункт записали оказались где-то в лесу вы открыли тип пунктики просто так совпадает не совпадает совпадать не совпадает подходит не подходит думаем грузоподъемность в нашем случае грузоподъемность не имеет никакого значения забудьте про грузоподъемность мы проводили эксперименты это все в кино в ютюбах все красиво наглядно все здорово замечательно по факту ничего это повезло не повезло оторвало вам ну шариком руки пальцы не оторвало то есть прилетел шарик с краской на точку не прилетел толку нет никакого хороший момент нет думаем почему потому что больше он запустим он еще больше батарейка и даже дальше его смотрите я пять минут назад он сказал только момент слушаем ушами смотрим глазами вот он больше размер пропеллеров размер пропеллеров про уши да да заметней глазами как бы задавайте вопросы если есть вопросы сразу спрашивать потому что мы не сможем охватить по всему курсу вот возник вопрос задаете качество чего качество дрона нет что значит качество это очень относительный параметр нет сразу тезис значит смотрите записывайте размер дрона выбирать исходя из ситуации прям записывайте значит зависимости ситуации если есть необходимость произвести обзор небольшой территории небольшой территории 500 метров 500 метров и на высоте 100 метров 100 метров для используем маленький без вариантов вам только тезис до маленьких без вариантов если есть необходимость уйти на тысячу метров всего лишь и на высоту 120 метров не 150 никакие 500 не 600 не километров не существует забудьте оптимальный радиус для вас по поиске при поимке лосей белочек зайчиков и прочих лиц 500 метров вылетели посмотрели бегом назад потому что у вас по времени ничего никакого времени будет почему вопрос сразу исходя из техник заряд батареи еще убежит зайчик белочка почему убежит может почему может услышит заметить до 10 километров но если дальше он упадет просто и все он да он сядет сядет есть такой вот так пункт у нас еще раз я уже забыл о чем мы говорили пункт такой был основной да под пунктом был совершенно инкретный смотрите зашел разговор за камеру чем больше тем лучше значит на сегодняшний момент и я провел аналогию с айфонами и с не айфонами по качеству картинки вот этот конкретный беспилотник даже наверное лучше чем вот этот большой беспилотник почему потому что этому есть новый почему новый то есть делаем предположение технологии развиваются многие развиваются это все мы должны иметь ввиду почему причем разница между вот вторым и третьим миником в два года качество картинки в два раза лучше вот на третьем имеем ввиду но есть такой совершенно конкретный нюанс мы сейчас плавно переходим программного обеспечения под пункт записали зависимости от необходимости детальной детального рассмотрения выбираем камеру то есть можете написать качество камеры дальность видения так проще будет через тирада про то есть я много текста выдал качество камеры дальность видения все понимаем опять забыл про чего хотел сказать значит смотрите старею бегом бегом все исходя из конкретных задач мы должны понимать можем ли мы запустить маленький дрон опять же по поводу звука почему то есть или нам вот может быть большой и не надо запускать то есть мы предполагаем находясь на какой-то территории мы слышим как едет поезд шумит ветер там еще что-то неважно что-то грохочет думаем какой лучше будет поднять я перечислил значение которые нам помогут поднять по поводу устойчивости опять же поддержку дело в том что технологии дошли до того что не факт что вот это будет менее устойчиво чем большой дрон вот по факту не совсем есть и этого сейчас мы плавненько переходим совершенно конкретно очень большой момент правильно затронули если у вас есть какие-то предположения вы их высказывайте объясню почему дело в том что находясь где-то в лесу у кого-то есть определенные количество знаний у кого-то в этой же области но другие знания когда вы этими знаниями начинайте делиться друг с другом ваша эффективность как группу вырастает в разы понимаете да то есть делимся знаниями постоянно совсем тот увидел лося кто-то не увиделось и мы сейчас когда будем играть у нас будет постараемся четыре пары глаз наблюдать за монитором на монитором то есть почему думаем почему четыре пары глаз по возможности сколько разных людей да кто-то увидит белочку а кто-то не увидит белочку кто-то услышит зайчика кто-то не услышит ворону там все все по-разному по этому все мониторим по возможности находясь в лесу мы понимаем на охоте что нам же надо самим не шуметь туда и вдруг мы услышали вот нас ты 10 человек стоит и вот 9 не слышат а надо стоять и молчать потому что мы можем спугнуть белочку и вот который десятый услышал он сразу это значит высоко направление или десятый горит что это я показал относительно не ниже ниже а когда он показал то это вот значит где-то вот прямо здесь а 9 не слышат в шапках наушниках неважно значит эти моменты мы будем сейчас тренировать репетировать слушать как звучат разные вот эти дроны и на каком расстоянии и под каким углом вот сейчас важный момент конструкции вернемся обязательно это очень важно под каким углом слышно или не слышно разные дроны теперь смотрите про угол почему подчеркнул угол что значит угол нет 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 угол обзора угол обзора и нахождение без пилотника что может думаем ветер шум речки где-то все вот тоже все составляющие думаем угол угол наклона пусть будет камеры в вашем случае что понимать и нахождение и это тоже звук-звук самый главный звук за обзор до объясню смотрите вот эти аппараты работают звуком грубо вниз вот они сюда шумят как вертолет если вертолет находится где-то вот там но пока дойдет звук до понимаете но камеру то можно наклонить то есть угол обзора меняется мы понимаем что там какой-то очень слышащая заяц с ушами сидит где-то предположительно вот там мы не можем над ним зависнуть вот так во первых мы его сразу он нас услышит и мало того еще у нас еще и увидит зайцы все нет зайца предполагаем как будем летать направление с микрофонами прикольно да все от ветра зависит почему если ветер оттуда ты летишь звук уносит то ты его не услышишь потому что звук будет уходить записываем вспомогательные программы для использования беспилотных летательных устройств название значит хотите по-русски хотите по-английски vent to sky vent to sky показывает направление ветра силу ветра на разной высоте вент зависимых там 100 200 250 vent to sky vent to sky дальше форека фореца пишется это все погодные сейчас мы плавненько перейдем по погоде потом инструкцию если я забуду напомните мне значит форека фореца фореца vent to sky скайтерис у русскую в конце фореца можете добавить еще альпин квест вы ее любите почему-то да альпин квест да альпин квест потом расскажу альпин квест и еще значит дпс тест дпс тест эти все программы если кто знает то разбирается 4пд может слышали фопд сайт фопд обмениваемся информацией кто-то знает фопд сразу всем сказали туда ходи тут бери или себе саккумулировали всем раздали значит смотрите сразу для себя желательно вам определиться вот вся группа наверняка не будет летать прямо взяли все там 20 человек полетели для себя определитесь да мне интересно я буду использовать пульт телефон заниматься программами заниматься обслуживанием дронов вы должны себя определить вот я хочу а второй говорит ты нафиг вот это все программу вот это давайте что подержу вот который подержу человек называется ловчий ну мы так придумали ловчий сегодня мы тоже поделимся на группу один оператор оператор который будет непосредственно в руках он не будет держать дрон он будет держать в руках пульт с телефоном или вот независимую вот такую штучку давайте все таки про инструкцию записали винту sky gps тест форека это такие базовые которые вам пригодятся погода ветер gps тест из названия исходя зачем нам gps тест вот думаем координаты какие чего цели у нас нет цели у нас есть зайчики белочки на ну в какой-то степени теперь смотрите gps тест эти программы для телефона gps тест конкретно делаем предположение то есть эти координаты для чего для наводчиков для нас чтобы мы понимали где мы находимся зачем чтобы понимали где мы находимся а вот что касаемо телефона программы продолжаем специализированные программы для летательных устройств у нас популярные аппараты фирмы джай вот после вот этих программ внизу напишите джай запятая аутел нано плюс внезапно это тоже китайская фирма конкурент джай у нас мало распространена но по качеству не хуже аутел нано плюс объясню сейчас почему ну вот про gps уже поговорили поговорили внезапно вчера как обычно в этих долбаных ютубах выскакивает значит ребята взяли изобрели нашу очередное изобретение пушку по поводу глушения беспилотников очень мощная очень сильно очень классно очень ярко значит на 100 метрах заглушила все дроны джай на секундочку все аутел нано только спутники заглушила но визуальном режиме аутел нано как летел так и летел и пульт и gps забил 8 килограмм вот такая штуковина наши как обычно по максимуму все делают то есть вот очень большая штука она глушит два канала особенность дело в том что обычные заводские устройства для глушения беспилотников они глушат или частоту управления пультом или gps gps может заглушить а может поменять координаты есть такие штуки но или только одно или только другое или gps или управление наши ребята догадались заглушили все вот просто все как обычно нельзя но нам хочется зачем все это рассказываю почему при выборе конкретно какой-то задачи не обязательно использовать только популярные беспилотники популярные беспилотники если есть конкретное желание и понимание что я буду там использовать какие-то устройства то нужно перелопатить большое количество информации понимать что вот этот заглушат а у tell nano не заглушат но у tell nano зараза оранжевый даже если поднять голову даже через листья вот так посмотрите его видно сереньких не очень видно в чем проблема перекрасить краска облупиться этим заниматься надо можно покрыть пленкой да то есть вот эти все нюансы вы должны знать заранее до того как вы пойдете на точку давайте все таки про инструкцию значит смотрите до того как вы возьмете в руки пульт дрон телефон неважно в коробке в каждой есть инструкция есть да везде везде в электронном виде неважно прежде чем вы возьмете любой аппарат сначала сели почитали это без вариантов понимаете почему раз еще как работать какие особенности как обслуживать подсказка как пользоваться пульт управления не пользоваться не только пользоваться смотрите ведь есть две кнопки даже даже здесь да есть две кнопки есть а вот на вот этом они почти одновременно выпущены да нет ничего ничего нет да только инструкцию только инструкцию потому что даже зная один дрон вы возьмете второй дрон все капец вы не мечтали не знаете куда что как я вот так руку закрыл он поломался разбился разбив беспилотник вы не выполняете задачу то есть с ними нужно обращаться максимально нежно как с женой понимаете с любимой женой плавно переходим к нежности и прочим как вы думаете зачем я взял с собой вот эти игрушки показать разницу в чем значит смотрите вот это стоит по отношению к вот этим большим дронам копейки то есть значимость вот этих дронов выше чем больших дронов потому что это тренировочные аппараты разбили да выкинули его неважно разбили вот этот не выполнили задачу не выполнили задачу ну лось придет к вам ну вам не очень хорошо наверное будет если вы не спасете вот эту штуку не отработав узнав где там дрон будет а эти можно пожалуйста разбили второй третий четвертый пятый по деньгам это дешевле мало того вот эти дроны менее управляемые почему это хорошо почему легче управляться давайте сразу потому что навыки получаются как раз таки переключение управления вы поняли обмениваем все информации друг с другом если у кого-то возникло а ты чего знаешь а я вот это знаю рассказал а я вот это знаю рассказал почему потому что когда где-то что-то у вас группа разделилась или что-то знания ушли получается той группы а задача вот здесь возникла а группа эта вторая не знает а знания ушли поэтому постоянно обменивайтесь если вы в какой-то группе находитесь обмениваемся знаниями неважно про дроны не дроны во всем обмениваемся знаниями так кто когда-либо летал ну летали наверное да кто летал еще на каком на каком на фпв все 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 значит смотрите что сейчас произошло перевернулся я его перевернул но я его запустил в принципе он тоже садится а то есть когда им не управляешь он сам спокойно садит при выборе тренировочного записывайте при выборе тренировочного беспилотного устройства в виде игрушки желательно наличие датчиков минимальных минимальных датчиков инфракрасных отсутствие камеры приветствуется здесь камера вам нафиг не нужна да тихо все мы поняли вот камера здесь не нужна она показывает 10 метров легко в комнате вообще отлично прямо телефоном подключаете крутите вертите работает камера но давайте думать почему камера не нужна чтобы не разбить чтобы не отвлекаться да тут бить кормить же ее на камеру и мы теперь плавно переходим к даже вам не дам играться времени нет потому что другие группы у меня играли у вас нет времени значит смотрите нет нет мы потом уже на больших придется вам играть плавно переходим к батарейкам если вы обратили внимание я одну поменял не пошло вторую поменял не пошло но это игрушка значит самое важное после инструкции на летательных устройствах это батарейки батарейки сразу вам выдаю тезис который может пригодиться чем больше батарейки у вас есть тем вам лучше почему разделилась группа на две части давайте думать у вас один только дрон на большую группу и вот половину группу уходит через какое-то время ушедшая группа говорит что тут шумно громко блохит табунами мы не можем выйти даже затопчет не затопчет давайте высылайте дрон вторая группа которая осталась вернее первая она говорит да классно полетели расстояние допустим предположительно километр они улетят все на километр там что-то даже полетают но вот обратно как-то уже под вопросом вернуться выход из положения думаем то есть первая группа вы уже ходили что ли на семинары откуда все знают все это логика логика сел да очень хорошо потому что две группы на ту группу пульта второй второй пульт не привяжется нет не привяжется вот эти не работают они только работают в одном дело в том что вы посадите там перекрутите да но да тем лучше значит смотрите по поводу вот звук и прочего нахождения обнаружения точки взлета значит я вам рекомендую уходить на бег по глиссанде что такое глиссанда ну как у самолетов то есть не прям вверх объясню почему так интересно во первых звук уходит второй вариант значит если вы натренировались летать на вот этих маленьких дрончиках в узких в определенных стесненных условиях то есть это комната квартира кровать облет стол чего-нибудь вам легче будет там находясь в лесу между деревьями потихонечку уйти вот сколько видите подальше имея навык пилотирования в стесненных условиях и там уходить там уходить уходите по глиссанде если есть возможность развернулись причем смотрите интересный момент вы понимаете что у вас точка где-то по направлению впереди вас когда вы уходите по глиссанде звук тоже плавно поднимается то есть наверняка белочка там можете зайтику услышать что пока вы поднимаетесь уходите за спину по глиссанде а потом кругом возвращайтесь набрав высоту там за спиной возвращайтесь на предполагаемую точку осмотра по кругу вот так грубо говоря батарейки ему хватит помните у вас есть 500 метров а с учетом ветра да то есть ветер сначала посмотрели где я нахожусь с учетом ветра смотрите у вас там наверняка в лесу нет интернета никакого вообще в бане ну и нет там интернетов поэтому переходим плавно к программному обеспечению про глиссанду понятно по возможности то есть используйте есть возможность используем нет возможности ищем ситуацию варианты программное обеспечение которое показывает нам ветер погоду дождь снег думаем значит вот у нас снег дождь начался какой из вот этих дронов мы будем использовать вопрос ловушка тем кто не знает ловушка все равно видно ничего не будет видно ничего не будет не то что разобьется смотрите даже защищенные смысла нет вот в наших задачах что мы там увидим заляпается камера ну и что ее гонять туда есть защищенные дроны которые работают в автономном режиме в грозу летают это большие там сельскохозяйственно автономные приборы которые вам нафиг не нужны то есть погода именно дождь снег в плане гибели дрона такой вопрос спорный относительный а вот в плане необходимости выполнения задачи это да ничего не увидите просто чего гонять туда зачем залепила мне камеру я ничего не вижу а как я дроном буду управлять я ж не увижу препятствия по приборам по карте по карте по карте возвращаем он сам да он себя спасет как вот уже сказали он должен себя спасти но у него такая задача работы иначе засудят производители этих дронов так про погоду значит смотрите инструкция важна там написано минус 10 вот этот может минус 10 может минус 5 только может причем самое интересное что его нельзя носить в рюкзаке снаружи если вы понимаете что вы можете его использовать вы батарейки взяли где-то поближе вот сюда положили почему потому что когда он начинает работать он греется как чайник то есть в принципе он же температуру сам себе поддерживает даже я думаю минус 15 когда он нагрелся так пять минут поработал или две минутки он нагрелся там внутри электроника нагрелась винты ну и пошел в холод то есть можно тоже использовать в принципе но по ситуациям так что у нас еще интересно программное обеспечение записываем программы для использования дронов диджай можно диджай те же программы для маленьких и современных для всех современных диджай флай диджай флай ниже пометка диджай флай диджай флай версия на сегодняшний день 1.6.9 1.6.9 FFCC FCC что такое FCC федерал чего то там контрол комьюнити американский стандарт который разрешает увеличивать мощность приемника и передатчика в Америке плавно переходим к ограничениям по вот этим приборам почему откуда 500 метров взялось в наших условиях вряд ли кто то из вас будет заниматься перепрошивкой дронов пультов и программ под вот какие то расширенные возможности почему потому что расширенные возможности у нас на территории европейского союза и россии запрещены запрещены почему думаем запрещены да все регистрируют сейчас регистрируют все а государственные объекты и это тоже да просто просто законодатель сказал вот нашим гражданам не дадим да так же как по оружию да это имейте ввиду то есть у вас есть ограничения по вот этим программа FCC которая вам сейчас сказала позволяет не совсем законным путем расширить сейчас скажу что там диапазон 1 и дальность приема передачи вот этих всех пультов значит смотрите почему слово диапазон возникло кто знает на каких диапазонах работают вот эти приборы летающие они на гражданские обычные сразу подсказка у вас дома почти у всех стоит такой интернет раздает а нет чистота там какая то есть герцы какие 24 58 24 58 дело в том что в европе и в россии только 24 только 24 потому что у нас даже роты 58 но они как бы разрешены но не совсем до конца 58 почему гражданские частоты просто вот дали гражданам валите на эти частотах все глушилки гражданских приборов они только 24 и 58 больше других частот нет значит если вы вдруг заморочитесь и будете ставить программу fc для вот этой в этих дронов у вас откроется дальность приема то есть мы должны понимать если у меня сейчас под рукой нет этой программы у меня есть только сайта скачанная программа я в лесу могу отлететь на вот этом километр 300 реально картинка еще почти не сыпется на вот этом реально 600 метров я могу отлететь реально на официальной скачаны с сайта на вот этом официальная могу улететь на два километра но возвращаться уже такой вопрос тут нужно следить за батареей за всем остальным вот эти все нюансы вы должны понимать если есть желание так я кул хацкер я сейчас возьму поставлю fcc я понимаю что я легко на 4 километра в чистом поле усвещу на вот этом то есть имейте ввиду ну опять же батарея возврат вот эти все нюансы вы должны знать если вы взяли почему заостряю внимание вам дали чемодан на дорогой мы поехали домой вот у тебя там белочки зайчики занимайся вы взяли телефон увидели программу fcc понимаете себе ввиду что человек в принципе летал далеко если мы не видим слово fcc в программе там написаны то мы понимаем так у меня там 600 метров или там километр все больше вот это не понимаю почему заострил внимание дело в том что купленных ни у кого нету правильно дронов сейчас мы плавно перейдем к одной интересной такой ситуации поскольку леса разные бывают дроны могут валяться там чуть ли не под каждым кустом ну бывают ситуации правильно то есть ну вы идете по лесу увидели дрон классно зашибись забираем пульт покупается отдельно сопрягаем все работает у нас классно замечательно хорошо а оказалось что что-то вдруг вы вспомнили дрон с собой где-то нашел в лесу давайте думать что происходит в ситуации там координаты остались как где то не вы уже ушли там за речку ну это же гражданский типа в случае потери дрона как бы можно что как найти можно там через сайт все это определенный момент но а он там выключен вы батарейку даже вытащили все он пустой вот стоит и птицы какают и как да вы вот положили на полочку и вам прилетают там микросфим даже батареи есть да вы выкинули все остался вот только прибор ну вот это даже больше подходит сейчас скажу почему значит смотрите существуют совершенно конкретные радиомаячки вот такие маячки работают как ни странно с помощью рации то есть вы имейте в виду что и вы можете их использовать и медведи тоже могут их использовать эти маячки это международные маячки делают челябинские наши ребята уже восемь лет в америке классно распространены хорошо распространены значит в поисковых группах которые работают в горах в лесах радиус действия маячка всего-навсего давайте я включу вот сколько рация возьмет столько он и работает причем помним да что рация работает по изгибу земли меняется сигнал и все вот эти вот физика ядерная и прочее остальное значит поскольку челябинец он же наш человек он сказал а вот ты поставь на дрона второй маячок на вот этого вольты 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 это автономная система работает неделю через пять минут отключится поиск gps я ничего с рацию не трогал заметили да все работает и вот эта штучка настраивается канал с помощью компьютера спокойно нет частоту выбирать это рация это рация и gps приемник вот это маленькая вот эта штучка да встраивается вот сюда там дофига места просто дофига места прям и вы не увидите даже то есть вы даже ну вы же не будете в лесу смотреть открывали отвертки не будете аккуратненько сделать никто ничего не увидит то есть носим к себе отвертки если мы понимаем что мы хотим взять дрон мало того что там может быть под ним накакана это вы знаете то есть всякие там веревочки и прочие ситуации ну вдруг взяли положили в карман помним пришли на точку развинтили посмотрели причем смотрите как странно эта штука работает вот она сейчас поговорила она запикала gps 4 через 4 минуты он выключится и я вот хочу давай-ка я с ним я сделал запрос туда 9 3 вот что происходит вообще это гражданское тоже оборудование значит смотрите что она сейчас будет говорить она поморгала это 5ty код кто знает если не знаете пропускаем 5 5 точка 7 у кого и телефоны можете забить это прошлые координаты мы здесь занимали прямо в гугл карты в яндекс карты пишите вот эти циферки и он показывает работает неделю по запросу делает запрос gps уходит в спящий режим лампочки отковыриваются ногтем звук отковыривается ногтем засовывается куда угодно помним что и вы можете использовать и медведи лоси тоже могут походу на машину еще ловит частота приема настраивается субтон настраивается все настраивается частота запроса gps все настраивается один нюанс значит пластмассу пробьет пробьет а вот крышу не пробьет то есть имеем в виду если мы даже взяли вынули батарею и ходим по лесу ну птица накакает если имеет такой маячок если вы зашли под крышу бетонную то пофигу мороз то есть по возможности имейте ввиду да а по поводу того что некоторые это фольгу может вам прогулять или такое что надо да это можно и на голову шапочку фольгу он будет пропускать этот сигнал нет сигнал значит рассказываю вот эта штука находясь здесь при запросе с этой камеры совершенно конкретно теряет порядка 15 спутников gps сейчас к чему веду расскажу просто вот эта рация 100 милливольт по параметрам 100 милливольт гражданская рация разрешенная 2 ватта если знаете да помним также что этот маячок мы можем использовать не только на дронах где угодно батарейку поменяем 37 вольт стандартная там хоть килограмм батарея и куда-нибудь ее там ее достаточно просто пополам поломать и все да вот эту ну да да жалко блин не имею ввиду если вот чужой дрон нашел в лицо открутил увидел отломал вы подключаете компьютер меняйте частоты она ваша кто хоть чуть-чуть паял примерно трофей чтоб я его нашел оставил и потом раскрутить посмотреть в моем случае я просто батарейку батарейку видите в чем дело батарейка вот вы сразу вот этот прибор да здесь отдельный независимый но есть такие же модели которые вешаются к бортовой системе вот этих дронов они прям так же внутрь упаковывать от него питаться то есть естественно мы отцепляем батарейку питаться нечему все работать не работает спокойно раскручиваем смотрим почему провода напаяны некрасиво если некрасиво напаяны имеем ввиду и какая-то еще дополнительная платка нет могу вам сказать что я вот разбирал этот разбирал и вот тот разбирал маленький там настолько все качественно что вы сразу косяк увидите прям глазами блин наши уже лезли что то то есть там очень все хорошо красиво как музей так смотрите записываем дальше записали диджай флай фсс диджай флай для старых моделей диджай 4 гуда для старых моделей тоже может пригодиться потому что если вам вдруг попадется первый мавик то ну и классно пусть будет почему нет диджай флай раз да она же фсс диджай флай это под программа туда же диджай 4 гул это все к моделям диджай но я вам рекомендую все таки обратить внимание на утил потому что по глушилкам и по расстоянию по дальности они поинтереснее значит неофициальная программа для дронов диджай литчи 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 называется здравствуйте литчи записали литчи это вот приоритетная программа и вторая программа rainbow кстати по поводу русских языков не гонитесь лучше по почитайте по-английски потому что перевод может быть кривой нашими людьми там да по ситуации по ситуации да 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 если есть возможность на английском расскажу отличие в чем какая версия личи ну там их две же есть которые про там ну мы заломанные ну вот к марику третьему она вообще никак не подходит не подходит сейчас объясню почему почему третий миник тоже нюанс а вот к этим ко всем подойдет и нормально там ну хотя можно полетное задание давайте да и про полетное задание значит смотрите личи и rainbow две программы независимые вот независимых производителей в чем отличие фирма диджай и другие выпускают так называемые IP если знаете это набор команд для использования их дронами значит на третий миник сейчас этих команд открытом доступе нет пока диджай их не отдала на второй IP есть на первый мавик есть IP это позволяет независимым производителям использовать дополнительные возможности этих беспилотных устройств если у вас оказался третий мини то мы понимаем что у него нет возможности полета по точкам по задорому маршруту и на всех программ в официальных программах в диджай флай и всех остальных ни на одной программе диджай не показываются координаты gps внезапно вообще не показывается а вот программа личи там переключить одну штуточку рычажок прям показывает совершенно конкретно координаты нахождения дрона имеем это ввиду то есть на телефоне желательно если у вас будут стоять диджай 4 гоу личи 225.1 премиум есть на 4 пда можете записать 425.1 это личи личи прям можете записать это вот одна из последних версий которая работает она все есть в доступе и диджай флай желательно FCC если например вы не уверены в программе FCC диджай я подчеркиваю потому что она может вылетать может появляться черный экран она не совсем официальная и вы ее не купили вы ее не купили она стоит 40 евро на самом деле то есть эта программа официально если покупаете она разблокирует без всяких дополнительных всплывающих окошек эту программу 40 евро но вам это не нужно поэтому берем пользуемся бесплатный и второй телефон если у вас должен быть на котором есть официальное приложение для этих устройств почему в случае сбоя неофициального приложения вы взяли второй телефон переключились и летаете на официальном без каких проблем ну какой-то радиус уменьшается у вас вот этого всего полета теперь про телефоны смотрите отличие в чем ну это там вот еще базовые отличия почему заостряю внимание в условиях леса сразу лес пустыня горы елки-палки там лучше бы монитор свой чтобы телефон не подсоединять телефон тоже надо кормиться и лежать а как вот допустим ночью работают кто ну те же сами а сейчас вообще отдельная история очень хороший вопрос это очень важная тема значит смотрите с экраном в условиях леса и трудных каких-то мест плохо да скорее всего прикладом взяли у соседа отобрали телефон воткнули продолжаем пользоваться второй сломали у третьего соседа взяли дай сюда третий воткнули конечно то есть любой любой телефон имея программу у камеры данных аппаратов есть какая-нибудь подсветка чтобы допустим ночью работать сейчас я сейчас про ночной все это отдельная история нет нет тепловизор это все пресс важность пультов да это вот этот не берите если есть возможность не берите почему элементарно вот он у вас находится вот так раз у вас здесь будет там фляга карабин черта лысого приклад ружья бац поцарапать это самое малое бац выкинули купить новый двадцать шесть тысяч его нету его в лесу его нету вот этот более ну такой дубовый хоть я говорил про жену нежно аккуратно ну вот тут ну пальцем ногтем отверткой царапнули там ну и фиг бы с ним поломали телефон выкинули второй бац третий четвертый пятый пульт функционал не теряет от этого ну царапает а там да все второй третий вставить не у всех же телефонов есть приложение нужно и не везде можно скачать если группа если группа выходит они базовая подготовка любого телефона вы себе просто возьмите все поставьте просто все любое изучаем инструкцию читаем про каждый конкретный прибор все нюансы да вот то что возникла ситуация мы не залезали в глубокое меню настроек дрона и случилась вот ситуация которую он влево право не поворачивает все у нас ступор человеческий фактор мы остановились все пропали а если мы прочитали инструкцию хотя бы бегло ознакомились про эти мелочи мы поймем ох три точки бас нажал все полетел да инструкция важность инструкции а вот эти ситуации они реальны они просто взяли нету да встаньте и все все значит смотрите обратите внимание на про пульты закончим уже про ночной сейчас обязательно напомните про инструкцию рассказал видите накручены не накручены не накручены как думаете почему потому что не накрутили значит смотрите стандартная транспортировка гражданских устройств предполагает вот такую сумочку в сумочке устройство удобно располагается со скрученными стиками да туда их засунули все они не торчат не выпирают теперь смотрите я вам покажу это все такое то что сам пришел к этому значит разницу видите я их не выкручиваю вообще никогда значит почему думаем удобство чего время не тратишь пока прикрутишь и мы находимся в лесу в болоте тут коровьи какашки вот это все да потерял то есть у нас остается значит смотрите кому дам ну давайте вот значит смотрите по рядам покрутите одним да с джойстиком и без это из детского конструктора 3 миллиметра болтик обычный в термоусадке всего ну лего не лего из советского конструктора не так не должно перчатки и пальцы мокрые минимальный минимальный нарост на пульте управления уже в помощь можете здесь потыкать пока вот потыкайте вот пальцами попали не попали да еще а и вот вот нате передайте по рядам туда покрутите с этими джойстиками потом с маленькими значит смотрите экономия времени то есть я не занимаюсь накручиванием у меня сразу все там вкручено все есть все готово в принципе нормально обычная термоусадка ничего не стоит абсолютно стандартные 3 миллиметра болтики на втором пульте у меня там места еще меньше я их совсем срезал под самую шляпку точно так же закрутил все я даже не достаю стики джойстики вот эти самые проводочки обортили вот обратили внимание посмотрите вот откройте там крышку помогите антенны вытащите и там увидите внутри черная такая штучка проводок да есть провод там во 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 а вот там провод намотан большой во первых оригинальный провод до оригинальный провод у меня всегда в сумочке дополнительно потому что это рассудный материал пересекает протирается а тот провод еще я могу использовать с планшетами зачем как вы думаете у всех зрение разное да 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 просто планшет поткнули проводочек чуть-чуть подлиннее там на пять сантиметров этого достаточно планшет туда воткнуть в принципе типовой можно на кто да вниз втыкаете заряжаете и он заряжает и его одновременно можно да если у нас достаточно мощный пауэрбанк то вообще безоцент проблем сколько у него аккумулятор аккумуляторы разные значит опять же читаем инструкцию вот этот по паспорту 27 минут по паспорту 35 минут по паспорту 24 минуты 2,7 2,7 а повербанк 20 на 10 ампер час берите да и все 10 ампер час 10 тысяч вам хватит его зарядить вот такую банку два раза вот да 20 ампер час четыре раза какой ты говорил у тебя стоит 47 минут там 3800 а чё время на зарядку у нас хотя два часа идёт на три батареи смотрите по поводу зарядки хороший вопрос значит фирма DJI сделала такую штуку она не кладёт зарядные устройства блоки питания в комплект почему да 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 но они рекомендуют можете записать от 33 ватт блоки питания это дофига много но зарядка вот такой банки на мини 2 где-то два с половиной часа у меня заряжается 3 это и есть это и есть функция быстрой зарядки стандартно так ну тогда ночной режим после сейчас мы практики смотрите опять же повторюсь у нас занятие будет теория практик теория практика теория практика теория практика вот мы чередовать будем пульты возвращаем пять минут после второй теории мне по ночной режим на самом деле вы Продолжение следует...